Здравствуйте! Я вам сегодня хочу рассказать про витамины. Такая болталка будет. Первые три минуты, пожалуйста, послушайте, потому что это очень важно. Слушайте, врачи назначают витамины. Допустим, каждый врач узкой какой-то специализации, допустим, как у меня, например, назначил витамином, например, магний. Это очень важно, понимаете, потому что вот я вчера потратила два часа на то, что я прослушала многих врачей, которые говорили про витамины, в частности, про магний. И смотрите, магний назначают, но они не указывают какой, а это очень важно. Оказывается, магний есть больше шести видов. Вот мне, например, нужен был магний для того, чтобы убрать тревожное состояние и стабилизировать сон, чтобы был спокойный сон. А также для того, чтобы при болях в ногах, у меня такие появились боли в ногах, потом у мамы, например, судороги были, и тоже магний назначали. И сейчас мы вспоминаем с мамой, а какой магний нам назначили, не помним. Но именно для этого вот есть магний глицинат. Это именно та форма, которая не вызывает расстройства. Часто магний вызывает расстройство кишечника, ну, стула. И он именно помогает при тревожных состояниях, и нужно его пить на ночь. А есть магний, который наоборот, он добавляет энергию человеку, он улучшает память. Вот смотрите, таурат. Таурат – это эффективно при нарушении оттока желчи, проблемы с сердцем, при нарушении углеводного обмена. Он очень хорошо влияет на сердечную мышцу. Именно магний таурат. То есть это нужно, прежде чем покупать магний в аптеке, нужно знать для чего. Ты мог, тебе назначили для того, чтобы ты хорошо спал, а ты идешь, покупаешь магний, который тебе добавляет энергии. Такой тоже магний есть. И что? Ты пьешь его на ночь, чтобы уснуть, а на самом деле у тебя не получается. Вот. Потом магний оратат. Он хорошо улучшает сердечную мышцу. Магний, глицинат – это для себя я уже. Потому что есть органические, есть неорганические. В общем, там куча всего. Прежде чем, вот вся суть моего послания того, что прежде чем вам, когда вам назначают витамины, прежде чем идти покупать, обязательно просто не поленитесь, потратьте, понимаете как, потратьте время, даже 2 часа. Но где-то послушайте, в очереди, в транспорте или еще где-то, потратьте даже час, потому что за час вы не заработаете 300-400 гривен, а вы можете их потерять, если вы неправильно купите. Например, мой магний стоит 1100 гривен. Он на 40 дней. Вот я вот, посмотрите, я вот это все прописала. Я сидела и писала, писала, писала. Например, есть такие магния. Вот глицинат – это на ночь, тавурат для сердечной мышцы. Цитрат тоже. Там есть разница между цитратом магния и глицинатом натрия. Глицинат немножко меньше, менее эффективен. Самый такой бесполезный, самый бесполезный – это магнийоксид, что ли, как-то там было написано. Ну, если вдруг что-то, то вы посмотрите. Ну, я просто была вчера удивлена. Я заплатила врачу, это была онлайн-консультация, врач-нефролог. Она мне прописала то-то, то-то и говорит, ну, обязательно нужно магний. Я бы сейчас пошла, я пошла в аптеку, посмотрела, какой у них есть магний. Так, если бы я не знала, я бы сказала, вот магний, купила бы то, что мне не надо, потратила бы 400 гривен. И самое главное, знаете, как, смотрите, там, когда пишется, что, например, 400, 300, да, это, может быть, не в одной капсуле, там сзади написано, это, возможно, в двух капсулах только, может быть. А, Райк, там ты ходишь, тебя видно, ты будешь долго ходить? Я не знаю, мне негде тут прятаться. В общем, так что, прежде чем что-то покупать, обязательно посмотрите видео. Вы только наберете где-то, там, магний или, там, допустим, кальций или омега. Например, омегу надо пить всегда, все время. Вот я тоже узнала вчера, я бы, вкратце, знаете, по-дритански рассказываю. Омегу нужно пить все время. Есть еще большое значение, имеют производители. Вот очень хорошее диаспорал магния, если вы вдруг там будете покупать. Это порошок диаспорал, вот, он чем хорош, ты его один раз принимаешь. Вот магний Б-Форте, магний Б-Магнелис Б-Форте, диаспорал, это таблеток надо несколько раз принимать, несколько таблеток, а мы же, знаете, всегда забываем, еще что-то бывает. Ну, в общем, я просто вчера была даже расстроена. Вот, магний-3-АНАТ, это для мозговой активности. Кто вот учится, он занимается, сдает экзамены, ему нужно, наоборот, пить, чтобы быть все время в тонусе. Ну, попробую, вы идете во птюк и говорите, мне нужен магний, вам продают магний-3-АНАТ, а он вообще, вы после него вообще не уснете. А вот неэффективная биодоступность очень низкая и от него слабеет, вот, например, от этого магния. Магний-Хелитат стоит дороже. В общем, я хочу сказать, что пока мы сами о своем здоровье не будем смотреть. Ну, врач врачом, но мы еще сами, когда берем предписание, нужно все-все просмотреть, абсолютно все. Потому что сам, если ты не позаботишься, ты что, пойдешь потом к врачу выяснять, почему он так не сказал или почему он это не уточнил. Это просто будет бесполезно. Мне было вчера, я не пошла в поликлинию, я заказала консультацию у частного хорошего врача. Я имею в виду вот эта мелочь, ну, 1100 гривен, да, стоит, то, что мне было бы, а другой, наоборот, кому нужен магний, который за 500 гривен, он купит за 1100 гривен, он придет в аптеку, а у него как раз, у аптекарщи будет именно тот магний за 1100 гривен, а он ему не нужен, ему нужен другое. И так не только касается магний, так касается многих витаминах, многих лекарств, например, когда с мамой ехали в Киев, там заказывали, ну, там есть расторопша, а есть легалол, и вот врач наставила, чтобы я купила именно вот это французское лекарство, а оно дороже в 10 или 15 раз, то есть если расторопша стоит там 25 гривен, а легалол, в состав которого входит расторопша, ну, там еще входит какое-то вещество, в которое нету расторопша. Она мне объяснила, что вот это очень главный момент, ну, когда нет денег, то можно использовать и просто, например, расторопшу только, ну, а если есть возможность, то лучше купить легалол, потому что там помимо расторопша входит еще вот этот селимарин, по-моему, или что, какое-то вещество, которое тоже очень эффективно при лечении. Так что, маму, слушайте, мама то падает, то ударяется, то еще что-то, азат говорит. Она ехала с села своего, маршрутка затормозила, она стойче ехала, потому что было много людей. Маршрутка очень сильно затормозила, я еле говорю, потому что я была у Араек, и тут мне, знаете, ну, примеряли и защемили больно. И она упала, и упала, ударилась под грудью что-то в ребра, мы думали, что все. Она говорит, что ты мне там хрустнула, мы думали, уже все, да что ты сломала. Пошла, она сделала, говорит, нет, нет, ничего, трещины нету, ничего не сломала, но там до трех недель будет болеть. То есть у нее то была нога, она сломала, то она сломала, то она копчик у нее, что-то она ударилась, то у нее гружит, то-то. Сейчас азат говорит, слушай, спроси у нее какие следующие, какие у нее планы, что в следующий раз, что в следующий раз будет ломать. Ну, не спрошу, обидится, мама такие шутки не понимает. У нас так жарко, посмотрите, какая у нас погода. Видите, какая жара. Идешь по улице, смотришь вот эти садики пустые, у нас такие садики хорошие, у нас не как в больших городах, так где территории мало. У нас садики с большими красивыми территориями. Такая тишина, нигде нет ни детского голоса, ни детского смеха, ни плача, вот этого щебетания детского нету. И так думаешь, да, конечно, у нас тыл, но такой тыл, вот, я иногда думаю, а может быть нет войны, а может быть мне кажется, а потом открываю интернет или, да. Все, оно есть, все на месте, не знаю, скорее бы это что-то закончилось все это. Ладно, я вам рассказала такая мелочь, но она, ну, понимаете, в самом деле, лучше потратить два часа или час. Вы же за час не зарабатываете 500-600 гривен, правда? Поэтому лучше всегда все продублировать, все просмотреть в интернете. Ладно, всего хорошего, пока. Продолжение следует...